Всем привет, с вами снова Мега Сириус 12, и мы продолжаем проходить игру Сталкер Зов Припяти с модом Смерти вопреки. Как вы помните, мы остановились на том моменте, что нам нужно... Как говорится, добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола. Когда же ты заткнёшься, а? Ладно, давайте мы с ним поговорим. Здарова Барменихов, Раон сообщил мне, что ты хотела меня видеть. Я здесь слушаю и повинуюсь. Не вижу смысла в твоём сарказме, друг мой. Что-то нервное-то стало. Ну да ладно, Нарсул, сейчас все на нервах. Сам понимаешь, почему выпить не хочешь. Так, тут нам опять предлагают выбрать, но я знаю, что смысла выбора никакого нет, потому что всё приведёт к одному и тому же действию, поэтому выбираем первое. Ну, можно второе, как хотите. Ты меня позвал для того, чтобы выпить? Эм, нет. Ну, не хочешь выпить, так давай сразу к делу. Ахиллес выходил со мной на связь, дела у них пока идут глухо. Две группы были переброшены к Янову, чтобы разузнать, чё там да как. Но пока от них в эфире ни слова. Как бы не сгинули там все. Походу, ребят реально нас противопослали. И да, просил передать тебе, что необходим будет выполнить одно поручение. Причём выполнить срочно, но зато ни кроме тебя ещё у одного агента оперативников больше нет, поэтому мы должны затянуть лямки. Когда нас не отправляли на верную смерть. Хорошо, давай подробнее о новом деле. Так, тут читаем сами. Так, вот тут уже нам дают выбор, искать вертолёты или радиосканеры. Я возьму радиосканеры. Так, соберите все радиосканеры. Там нам на выбор давали, либо отбежать по упавшим вертолётам, как я понял, это наподобие задания в оригинальном зону. Либо собрать сканеры. Я выбрал сканеры лишь потому, что это как-то менее мне знакомо. Потому что обыск вертолёта, мы уже знаем, что это такое после оригинального зону в Припяти. И я подумал, вам поинтереснее будут смотреть. Лаги ужасные. Сегодня он опять лагает. И угадайте, почему? Тогда фпс не выше 21. И продолжает падать. Я без понятия, с чем это связано. Бывает такое, что сталкер идёт нормально. Ну, с включённым фрапсом. Бывает, что фпс проседает чуть ли не до трёх. Так. Вот мы пришли. Давайте сначала обыщим тайничок. Ты шо за... Так, тайник наверху, всё ясно. Пошлите наверх. Что ж ты так лагаешь-то, блин? Ну... Вот ничто так не выбешивает, как лаги-то. Так, ребят. Только что тут было. А, вот. Взяли. Кстати, чему там взяли? Раздолбанная жаркость. Тупо тебе. Бонток. Акт вес недостаточно большой. Учитывая, что мои всего по 5 кило сбрасывают. Ну, ладно. Продолжаем искать тайник. Хотя, чё искать? Я и так знаю, что он вот тут лежит. Так. Ночная звезда. 5 кило. Денюшка. И драбич. Ну, драб у нас такой, по-моему, был. Так. Сколько денюшек-то? 3 700. Так, теперь нам надо вот сюда. Вон этот радиус-сканер, а я его вижу. Как тут с артами? И ничего нет. Так, извините, я прервусь. Так, я всё снова с вами. Вот этот радиус-сканер. Извлеките дополнительный модуль. Извлечь модуль. А, тут всё просто. Так, есть. Теперь нам надо второй. Сканер, он вот здесь. Пошлите туда. Вообще, достаточно интересно вот это задание сделано. Но, я не понимаю, почему разрабы нам ограничили выбор. То есть, либо вертолёт, либо сканеры. Например, я не против был собрать и то, и то. Да, пришлось бы побегать, но... Это было бы поинтереснее. Особенно, если бы при различном варианте выбора там были разные диалоги информации. Например, при обыске вертолётов там нам что-то одно станет известно. При вот сборе этих сканеров что-то другое известно. А если мы и то, и то обыскиваем, нам сразу доступна и та, и та информация. То есть, мы более проникаем в всё дело. И как бы нам больше становится ясно, что да как творится на этом затоне. Так, почти добежали. Но, к сожалению, разрабы запретили нам возможность выбрать вариант развития и того, и того. Так, там химера у нас. К счастью, у нас есть снайпа. Но я не знаю, хватит ли 34 патрона для того, чтобы загасить химеру. Даже не знаю, попал ли. Но она, кстати, далеко убежала. Можем спокойно подбежать, взять то, что нам нужно. Это был ящик. Сканер-то вот. Ладно, давайте только свалим, пока химера не вернулась. Прям комплект, ясно. Теперь надо принести кардану эти модули без микросхем. Что мы, в принципе, это сейчас и выполним. Так, давай, быстрее перезаряжай. Что за хэ? Понятно, кпс-што одного упал. Артефакты. Что по-тебе лешали? Артур, кстати, нету. Или... А, нет, есть один, есть. Попробуем кому его достать. Да хитрит твою. Все, тихо. Вот, вот он вот здесь должен быть. Попробуем. Вот он по карте, вот здесь. Ну, не хочет он появляться. Так, вот тут вдоль артефакты есть. А это у нас что за чудо? Маятник. Ясно все. Свободу к тебе тут сидят у нас. Да, поломали бы неплохо. Ну ладно, сейчас починим. Аппс, наконец, немного поднялся. В среднем до 34. Это радует. Как бы я только не сгладил. Фу-фу-фу. Так, заходим. Нам надо к кардану, но прежде чем я пойду к кардану, я... Так, да, драбик у нас такой есть. Это тоже скинем. Все. Давайте ружбайку продадим. Ну что, есть что-то новое? Новое? Ну, ружбайка есть. Не знаю только, как она новая, нет? Так, что тут у нас? Патруда, слайперку нет. Есть бронебойные. Давайте их и купим. Еще один подствольный выстрел купим. В принципе, все. Давай, давай, не задерживайся. Так, а медика... Что там? Из медкомплектов что есть? Так, хватит трех этих. Бинты мы практически не используем, так что нам хватит штук. Ну, 19 хватит. Вот промедолы все скупим. Ладно, давайте бинтов 21 оставим. Ну, все. Да, прощай. Крейду готовы, но сначала еще давайте с бородой потрендим. Ну, сдам. Так, жратва. Да все три банки куплю я. Сейчас пожрем прям. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Все. Я тебе по одному делу. Посланник Бога на земле сказал, что ты передашь мне рацию. Ах, рацию, да, забыл. Сейчас все будет. А, кстати, ты-то выполнил свою работу. Мне передали, что мне достают какие-то приборы, только не сказали, что именно. Так что ты достал нужные мне вещички? Да, я достал черные ящики с упавших вертолетов. Забираю, думаю, ты знаешь, что с этим делать. Не сомневайся, Нарсул. Начальную расшифровку я проведу сам. С остальным пускай старший решает. Мое тут дело маленькое. Вот рация. Это как раз то, что тебе было необходимо. Ты уж можешь попробовать просканировать частоты с установленных радиопередатчиков. В принципе, если повезет, уже может быть получен результат. Благодарю тебя, решу этот вопрос. Не сомневайся. Так, как мне прослушать все пять каналов? Так, понятно. Надо про каждую так прослушать. Давайте этим займемся. Я помолчу, чтобы не прослушать ничего. Так, у нас появилось сообщение. Канал 3. Пусто. Канал 4. Пусто. Так, усть его. Сообщите фараону результаты прослушки. О как. Но фараону... Я пока не игорю желанием что-то сообщать. Так, броньки. Кстати, броньки хорошие. Деньги-то у нас есть. Так, вот я хочу давно, во-первых, шлем купить вот этот. Вот тут патрончики есть. Все, с патронами у нас проблем не будет. Одену-ка я шлем. Так, и вот тут свободовский костюм. Он намного лучше нашего и стоит не очень-то и дорого. Так, теперь давайте-ка мы посмотрим, что можно нам сделать со всем этим добром. Во-первых, починить наши старые шмотки. Клаж чутка износился. Шлем, увы, нельзя, ну, улучшить как-то. 50 тысяч. Нет, не буду ставить. Но, к сожалению... Так... Стоп, не понял, он был лучше по всем параметрам. Кроме... Термозащиты. А, ну да, все правильно. Все правильно. Ладно, давайте скинем все барахло, заодно артефакта. Все, экипировку мы улучшили, шустрик... Шустрик и нет. Так, теперь давайте с бородой поговорим. Не понял. На карте новых заданий нет. Так... Нет, нам надо именно поговорить с этим... С фараоном. Ну, ладно, давайте. Я просканировал частоты и успешно. Так, так что ситуация пояснилась. Именно так. Но мне не удалось получить четкого сигнала со скрытых жучков. Ну, так, кто это? Давай, не тяни резинов. Мои первоначальные подозрения подтвердились. Это один из скаутов, Крис. Вот же тварь. Тебе удалось засечь его местонахождение? Только примерно. По обрывкам фраз стало ясно, что... Он или ему назначили... Встречу в районе портовых кранов. Надо брать пока не поздно. И брать как можно аккуратнее. Желательно живым. Это-то понятно, что с живым он всегда лучше. Хорошо, что один отряд скаутов сейчас в этом районе. Они справятся с этой задачей. Выступай вместе с Аяксом. Он будет тебя ждать рядом с судном. Его ребята так... Его ребятами также дам знать. Они будут там раньше... Вас и все сделают. Не беспокойся. Я уверен в успехе. Что-нибудь передать Аяксу? Нет, не стоит. Я сам свяжусь с ним и Ахиллесом. Поторапливайтесь как можно скорее. Не хватало еще упустить эту выродку именно сейчас. Теперь он ключ к разгадке запомнит. Все, я выступаю. Так, нам надо... Какого-то чупакабру. Оружие опусти, мужик. Стойте. На нашем судне оружием не машут. Будь добр. Спрячь пушку. Так. Вот он у нас тут стоит. Так. Тут нам надо выбрать. Ну, я выберу второй вариант. Все, бежим за Аяксом. На всякий сохранимчик. Сигнал у нас на портовых кранах. Все ясно. Так же и... По... Ну, если посудить по диалогам, то есть вероятность того, что будет досада. Посмотрим. Вообще вот сейчас уже, когда я перестал выполнять дополнительные квесты, психану после тайника и продолжив сюжетку, уже стало как-то поинтереснее, если честно. Возможно, честно. Возможно, чутка я покоретелся. Разрабы достаточно хорошо проработали... Ну, не достаточно хорошо, но нормально. Относительно проработали... Основной сюжет, но дополнительными квестами, да, они плохо поработали. Ух ты, винтарь. Вот это офигенско. Так, всех парней погасили тут, я смотрю. Многие, кстати, винтари. Да не у многих, почти у всех, кроме одного. Ба, и Криса загасили. Прослушка, кстати, наша тут. Поговорите с Аяксом. Ну, давай поговорим, только сохранимся на всякий. Твою мать, мы не успели. Я так и предполагал, что этим всё закончится. Крис мёртвый, скауты тоже. Значит, что, единственная зацепка потеряна? Нет, я догадываюсь, кто это подстроил. Крис просто пешкой его убрали. Так, тот, кто это сделал, тоже пешка, но пожирнее, я так думаю. Я подобрал прослушку с тела скаута, она не та, которая должна быть у него. Тут он хамон просчитался. Прослушку, говоришь? Слушай, я не очень догоняю о чём-то. Я нашёл тут рядом КПК Криса. Он валялся здесь, неподалёку. Может быть, он выронил его случайно во время боя. Но такое ощущение, что он выложил его специально, чтобы его кто-нибудь подобрал. Не знаю, как так может быть, но это факт. Давай мне его сюда, я разберусь, что у него там. Нападавшие не успели заместить следы в этот раз. Видимо, они сами не ожидали, что так выйдет. Возможно, поэтому и убрали всех, в том числе и Криса. Чё такое? Чё такое? А я обнаружил КПК Криса. Изучите информацию, находящуюся у предателя. Последний контактный. Могильщик. Биологический клон объекта номер 17. Дата вербовки. Конечная верность по сомнению не вызывает. Главный посредник операции проход. В списке Зетта. Проходит под именем Лукон. Выйти на связь после осуществления основного приписания. Волк. Странник с милитари. Ага. Знаем мы этого волка. Дата вербовки. Конечная верность остается под сомнением. Особых поручений не выполнял. В списке Зетта не значится. Полученные в последний раз данные о каналах поставки оборудования использовались согласно требованиям апостола. Встреча назначена на 17 тысячи слова. Передача с разрешения посланника. Объект после осуществления сделки должен быть уничтожен. О как. Объект 13. Фигура с мечом. Тебе достаточно знать, что он постоянно следит за всей вашей работой. Так что даже не пытайся кого-то обмануть. В случае неповиновения или раскрытия личности тебя придется ликвидировать. Если посредник также попадает под подозрение, то его тоже. О как. Последний переписка. Важные. Так, читаем сами. Тут у нас Аякс промелькнул. Вчера. Аякс промелькнул. Аякс промелькнул. Так, личные данные и прочее. Бандит, данные заблокировали. Долг, данные заблокировали. Зомби аналогично. Кстати, у нас появились биологический клоун. Кстати, я что-то не могу совсем понять. У нас появились эти карты маршрутов личные. Они по-прежнему, да, прочие. Так, тут у нас про теракт в Беслане. Мина-лягушка. Также у нас тут про мину. И отравляющие вещества. Но это я все читать, конечно, не буду. Не знаю, зачем ему это понадобилось, но... Давайте карты маршруту гляну. Так, данные везде заблокированы. И что дальше? Не пойму, а как ее копировать-то? Интересные вы. Энциклопедии вооружения? Нет. Мойка пока тоже не подходит. Рация? Нет. Блин. Как копировать-то? Я, честно, не знаю. Да, без понятия. Использовать, выбросить. Тут у нас Аякс. Ладно, я вырежу, сейчас погляжу. И продолжим. Ну, я поглядел вроде, чё, как. Так вот. А, вот, вот сюда. Так, копировать. По объекту 13. По обе стороны зеркал. Доложить Ахиллесу о случившемся. Вот мы сейчас ему доложим. И на этом закончим нашу часть. Потому что уже 30 минут практически я наснимал. Я бы вырезал, но не хочу, чтобы слишком много обрезков видео было. И так уже три. Так, также пока бежим. Во-первых, хотел поздравить, если вдруг кто-то смотрит из десантников, ну, мои видео, мало ли. И все же школьников смотреть. В общем, если кто-то смотрит из служивых, то хотел бы их поздравить с этим праздником. Хоть в один день мы, ну, точнее, не мы, они могут отдохнуть. Потому что у них самая, по сути, опасная и сложная работа. В общем, с праздником вас. И другая новость. Сегодня в группе будут парочка новостей. Как только выложится это видео, появится расписание. Это первая будет новость. И вторая новость, это по поводу видео, которые будут без комментариев по выходным. Я не буду пока раскрывать подробности. Все прочтете в группе. Ну, а кого там нет, или кто не досмотрит до этого, то что ж, кому тогда... Тем будет сюрприз. Завтра или воскресенье. Так, ну, мы почти добежали. Кстати, я сейчас хотел пока еще в режиме показать вам место спавна, одно из мест спавна инструментов для кардана. Так, ну, выдохлись. У нас, кстати, флешка. Привольно. Только я... А, ее нельзя использовать. Сейчас я вам покажу место спавна. Одно из мест спавна этого. Ну, как я уже сказал, инструменты для кардана. Так, ну, во-первых, сначала мы возьмем арт-пад. Вот тут могут быть инструменты. Вот, прям вот здесь лежать. К сожалению, это не наш случай, но, возможно, у вас они будут вот здесь. Так что будьте внимательны. Как всегда, любимая наша жарочка. Кстати, что за артефакт мы взяли? Перышко. Знакомый арт. Ладно, сейчас мы говорим с эфиресом и заканчиваем нашу часть здесь. Давайте сохранимся. Ну, здравствуй, Нарсул. Я в курсе произошедшего у портовых кранов. Мне жаль, что так вышло. Я даже представить не мог, что фараон окажется замешан во всем этом. Так, тут читаем сами. Так, мы отдаем ему КПК. Криса, флешку в данном месте КПК Криса и два электронных модуля, в которых мы ездили. Так. Так. Продолжение следует... Так, стабейте ложной формацией фараона. Нам надо пообщаться с фараончиком, он у нас на Аскадовске. Ну а это мы сделаем в следующей части, а сейчас всем спасибо за просмотр, удачи пока, подписываемся на мой канал, как всегда по традиции чаще сохраняйтесь. Я сейчас сохраняться не буду, я сначала буду Аскадовска. Ну а вам приятного просмотра, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставим лайки. Ну и все, всем удачи, пока, болеем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok